Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю на уровне сложности божество знакомиться с дополнением Gathering Storm к Seedmare Civilization 6, играя за Османскую Империю. Вот тут собираю армию, чтобы скифов наказать за то, что они персы выносят. Правда, у скифов все-таки армия огромная, 948 против моих 461, но я планирую выйти в рыцарей, апнуться. Тут один ход мне буквально остался, я жду ускорения феодализма. Меня спросили, ушло ли перелив производства с карточек. Вот давайте сейчас посмотрим. У нас стоит карточка на плюс 50% к кавалерии, вот она. Я не помню, строил ли я до этого тяжелую колесницу, но на данный момент, например, те же пирамиды 13 ходов. Исходя из того, что в городе 8,8 производства, кстати, давайте мы на производство переключим, потому что тут нету некуда жилье, нету жилья, чтобы расти, то этого как раз, да, пирамиды 13 ходов, то есть здесь пока нету перелива. Но я сейчас хочу дождаться постройки в следующем ходу, даже давайте какое-нибудь посмотрим здание, где поменьше. Вот амбар, 32 производства, 4 хода. Если следующим ходом внезапно амбару потребуется меньше ходов после постройки тяжелой колесницы, то перелив остался. Если же нет, то перелив ушел. Кстати, на всякий случай еще очередь пока поставлю здесь колесницы. Кстати, похоже, очереди... Я сейчас сейв загрузил, и похоже, все очереди сбросились, между прочим. Да, вот видите, стоит тяжелая колесница, то есть она стояла явно тут в очереди у меня. Ай-яй-яй, пераксис, ай-яй-яй. Так, ну тут пускай центр коммерции строится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь колесниц, девять, десять, одиннадцать. Давайте, наверное, пятнадцать построим, что ли. Маяк, пожалуй, не буду. Колос, вот колос, хотя неплохо бы. Ну, давайте еще пирамиды, эээ, песницы. Так, новое обсуждение. Всемирный кризис. Мирис захватил аккордиан. Постоянно какие-то проблемы у нас с кифами. Ну, давайте попробуем как-то вернуться вот через территорию перса, я думаю. А, я же сюда хотел подойти с этими ребятами и встретиться, ну. Ладно, я скаутом добегу. А, ну, конечно, я шушел, потому что тут мечник был. Вот это проблема того, что отвлекаешься, там, делаешь видео. Так, по-моему, сейчас еще не должен феодализм ускориться. Раз, два, три, четыре. Пока четыре фермы. То есть это будет сейчас пятая. Да. А вот тут шестая. Наверное, стоит эту клетку купить. Блин, семьдесят монет. Чё-то дофига, мне тут не хватит. Блин. Я ненавижу управление шестой циви, я прямо скажу. То есть, зайти в город, вы понимаете, и выйти из него, это правая кнопка. Выйти из города, правая кнопка. И купить клетку, блин, правая кнопка. Почему она на правую кнопку сделана? Объясните, если можно и левый покупать. Ну, что это за говно? Я не буду сейф грудить, если вы понимаете. Ошибка есть, ошибка. Но это, конечно, через жопу сделанный интерфейс, прямо скажу. Хотя нет, я уверен, что найдутся в комментариях люди, которые будут. О, нет, нет, так и надо. Это классно сделанный интерфейс, обожаю. Только так и надо страдать. Игрок должен страдать. Пойдем в машиностроение. Прилучника. Здесь я отложил к открытию феодализма, он ускорится у меня сам. Тогда я просто хочу достроить эти все коляски, которые у меня тут в очереди стоят. Ну, вот это тяжелые скифские юниты, которые апнутые. О! Александрос Хоу Македонии. Я вообще фигею. Басилеус Кепарао. Я подставил 18 наций, 18, из которых 10, ну, 9, считая мою, это новые. И встретил только одну новую нацию. Все остальные, те, которые уже были. Очень странное распределение. Картография продвинулась. А, меня выкинуло за границы. О! Я с султану Муса. Сайду Мали. Вабихамдуллах. Я роджу лунгалиюн джиддэн джиддэн. Ташаравту биликаэкум. Классный чувак. Мне хочется с ним дружить. А-а-а-а. Прикольный такой. Ну, добрый, положительный толстячок. А-а-а. А, так вот и проверим, собственно, есть ли перелив. Амбар 3 хода, а был 4. Ну, смотрите, он 32 производства, да? У меня 8,8. То есть, за 3 хода я могу только набрать 24. 20, ну, 27 производства. Мне не хватает за 3 хода построить амбар. Сейчас я, конечно, сейчас все включу. Может, знаете, это глюк тут показывает 3 хода, но на самом деле будет меньше. Может, мне водяную мельницу лучше здесь построить, потому что там что-то ускорить надо, да? Да, строительство. Тут построим водяную мельницу, предположим. Ну, вот тоже, она 4 хода. Ее текущее производство 40. За 40 ходов это 5 ходов. Если 40 производств, это 5 ходов требуется, а не 4. Ну, давайте я выбираю. 4 хода. Я не знаю, о чем там говорили в Фераксис, но выглядит так, что перелив с карточек таки остался. В коне мы все построили. Давайте здесь тоже амбар. Ну, убираем с очередей коляски. Здесь тоже построено, тоже. Ага, тут амбар уже есть. Может, колон... Нет, давайте эти. Катапульты. У меня способ... Это же осадный юнит? Да. Способность Турции плюс 50% к производству. Правильно? Вот видите, текущая стоимость 60% производства. За счет этого, значит, 14 у меня. 14 на 5 это... Да, 5 ходов должно строиться. Катапульта строится 3. По-моему, Зеба. Слушайте, может мы не будем сказать 4 хода водяная мельница. Давайте мы уже катапульты строим. Катапульты в данном случае как-то нужнее. Так, здесь маяк. Перелив по карточкам остался. Так, ну, можно ускорять, в общем-то, рыцарей. Да, кучу бабла слил сейчас. Сознание строителей оставим, вот это убираем. Содержание юнитов может уменьшить. Да. Так. Все. Юниты для апгрейда в рыцаре у меня подготовлены. В рыцаре я сам вышел. Так, вот тут надо тропический лес под магнусом вырубить. И, в общем-то, все. Глянь, так, улучшать мне некого. Да, давайте шахты тут строить. Очень немножко продвинуто. Так, включаешь, производства вообще нету. Кони. Картографию ускорили с тремя и ученичества. Картографию за счет чего? А, две гавы не построил. Ладно. Так, машиностроение надо ускорить за счет наемников. Возьму карточку и буду... Так, а что-то у меня там прокачка есть у кого-то. Наверное, да, у разведчиков прокачка. Гао и Алекс... О, нам надо дружить с Александром Македонским. У кого из них плохие отношения со скифами? Блин, только они далековато, конечно. Ни у кого. Ну, Александр, вообще никакие... 17 претензий с нашей стороны. Интересно, и как это... Что с этими претензиями делать теперь? У меня накопились к вам претензии, уважаемая скифия. Так, главное, чтобы они мне не объявили войну. Пока у меня юниты не апнут. Ну, в рыцаре я всегда... Я, конечно, надо под карточкой апать, как вы понимаете. Все будем под карточкой делать. Под наркотой из скидки. Ну, она... Видите, уже планирует... После... Чувствую неукротимый грузинский дух. Где-то запахло хачапури, видимо. Ух ты. Во, это какая-то буря началась или что? Сильная засуха, сильная засуха. Слышен треск цикад, земля потрескалась от засухи. Прикольно. Но это, походу, на мой... На меня не влияет. Это вот тут влияет. А у меня все путем пока. Что обработаем этим юнитом? Вот здесь холмы надо. Надо кофеек. Сначала холмы, потом кофеек. Блин, давайте с Мансамусой договоримся... Договоримся о праве прохода. Готов, он готов заплатить? Отлично. Что, всего 10? Сколько я заплатил за делегацию, да? Ладно. А к Александру Македонскому... О, к Александру Македонскому тоже хочу... Делегацию отправить. Так. И союзы я еще не открыл. Не открыл союзы, ну-ка. Ацтек, ты не хочешь союз? А, зато они не открыли. Блин. Кто вообще в союзах, кроме меня? Ну... Вообще все даже дальше. А почему союза нету? Они же, слушай, не открывают тут. Средневековые ярмарки, что ли? Или монархию? Нет, они не могут монархию без союзов открыть. Хорошо, а Дедона что? А, дружбу надо сначала объявить. Совершенно забыл. Вот, союзы. Давайте с Ацтеком культурный. Нормально. А с Дедоной экономически. Нормально. Здорово. Так. Ну, теперь караванчики надо к этим ребятам посылать. И, в первую очередь, их города открыть. О, сейчас увижу Ацтека. Засуха. За нехваткой воды в городе Салоха могут быть повреждены улучшения. Производство пищи в течение двух ходов резко снизится. Пострадало 0 клеток. Здорово. Ну, это вот эти пострадали, которые не входят. Интересно, как все-таки выбирается эта территория, которая страдает от засухи там? Что на это влияет? Так, стоим. Тут мы открыли феодализм. Новые строители получают на два действия больше. Давайте это возьмем. Два влияния содержания юнита. Все отлично. Так. Конечно, и строителей стоило бы построить. Но пока катапульты. Может, два дирня? Тоже пока катапульту. Четыре хода. Амбар тут надо. А, там. Границы закрыты. Придется плавать. Так. Давайте Петру откроем. Потом ученичество. Потом строительство. Ну и трех лучников я не могу сделать, по-моему. У меня один прачник тут. Ну, в общем, у меня только два войны. Два. Да. Одного надо лучника будет просто построить. Видимо. Ну что, этот... Скифы готовятся нападать, я так понимаю, на меня. Оливки. Нет. Не хочу я. Дипломатическое влияние. Оливки. Ну, по-моему, со счастьем все нормально. У меня куча ресурсов. Котики, блин, размером со скаута, конечно. Петра на всех клетках, кроме пойма. В Трабзоне, конечно, нужно Петра очень сильно. 91 ход. Ошибись. Просто 91 ход. Вообще, какая-то нереальная... Офига я вообще этот город... Ну, блин, а как его не ставить? Его надо ставить. Значит, Этлан. Блин, варвары здесь... Не в тему очень сильно. Или по холмам. Ладно, по холмам возьмем. Может, с Македонским тоже открытые границы взять. Так, а что у нас тут? Корабли этот сюда возвращается, этот сюда возвращается. Отличненько. Дидона благодарит Томирис за помощь с целью греко-карфагенские войны. Ну-ка, глянем, что это за цель такая. Чурчхеллу. Купцы дарят вам Чурчхеллу. Запахало Чурчхеллой. Но я хотел Хачапури и Сациви и Кинзмараули. Вау, вот и наводнение. Так. Ачивку получил. Там, где еще недавно были луга и поля, несутся бурные потоки мутной воды. Повышена плодородность клеток, повреждено клеток, потеряно два населения. А что за город хоть? Этот, что ли? Так, тут ставим, значит... Новые строители оставляем. Берем скидка... 50% от стоимости в золоте и ресурсах на все улучшения юнитов. Так. Ну вот коммерческий район испорчен. Это да. Кстати, вон разведчиков задело. Котик вон, спасти котика. Зато я спас кота, я выполнил приказ. Катапульты готовы. Ну что? У меня 601 мощь. Утомились 1033. Сейчас мы апаем в рыцарей. Не понимаю. 5 написано. Требуется 5 железа. Использовано одно. А, я понял. Еще считается вот это добавление плюс 4. То есть у меня было железо плюс 4, и одного не хватало, одно использовано. Теперь он будет по 5 отниматься. Теперь он будет по 5 отниматься. Ну... Все равно как-то особо нету проблем, по-моему, с апгрейдом. Давайте Виктора назначим в урфу. А Магнуса... Куда Магнуса перебросить? Блин, ну серьезно, вообще... Вообще вырубать нечего. Вот... Ты что, этот камень один? Ради этого камня? Или вы Дерне? Я бы даже это не вырубал и оставлял. Ладно, просто в бурсу посадим. Да, ну с местом мне как-то совсем... Совсем не повезло. Ну, давайте, может, пирамиды построим. Вот здесь, да. Стрелки-разведчики. Это типа сюда апаются просто разведчики, да? То есть, а, вот я вам говорил в прошлой серии, что добавили только для конных юнитов дополнительную итерацию. Вот еще для разведчиков тоже. Между разведчиком и рейнджером есть еще один уровень апгрейда. Это правильно. Так, ну что, в трапзоне ремонтируем. Пелло, блин, в тундре какой-то. Очень печаль. Давайте открытые границы. Денежку даст? А может, вот так сделаем? Четыре золота и четыре вход. Ну, в принципе... А на одну меньше можно? Нельзя. Ладно, примем. Счастья много не бывает. Ой, я дебил. Только, только сейчас, вот когда надо было вырубать лес, я убрал отсюда магнус. Вот ты, я молодец. Амбар завершен. Ну что, тут гавань. Кампус, интересно, вообще будем строить? Нет где-нибудь? Тут какие-то грустные места для кампусов, честно говоря. Давайте гильдии, потому что тут бонус для центра коммерции. То есть мы получим еще... Нет, давайте морскую традицию. Хотя, мне некуда эту ставить карточку. Для гавани. Давайте гильдии лучше. Ну что, я, наверное, могу уже объявлять войну. Или подождать, когда сам Атамирис объявит. Ну, сильная засуха прекратилась. Интересно, сколько у меня поводок будет длиться. Фаза изменения климата. Последняя фаза. Уровень моря поднялся на 3,5 метра. Таяние полярных льдов 85%. Тут меня это все затопит в моих городах, я думаю, нет? Так, зал для приема встроим. Амбар. Делегация от... От этих... Ну, карта большая, кстати. Делегация от Мали. Куги. Куги Танг Тау. Ку... Куги Танг Тау. Блин, да что-то вы пристали... У вас тут... У вас тут лошади, блин, а он обстреливает... Моего скаута. Ну, надо на покровку, наверное, идти. У меня тут даже военного лагеря в эту сторону нету. А у меня скоро генерал? Не скоро. Может, провести какие... Ну, 45 сила и... Одна катапульта... Так, конечно, подойдет еще. Давайте... Улучшим. Не, не буду пока прачников улучшать. Так, из урфы... На золото куда больше всего? В Маскат. А, Маскат еще и просит, чтобы в него отправили. Давайте. Отлично. Ясью Зерен Маската. Я еще и счастья получаю от него дофига. Маскат классный город. Так, дальше будем думать еще. Мин, ну я следующим ходом, наверное, буду объявлять войну. Надо как-то рыцарей сюда переместить. Что, нафига я тут утапал? Я на солуху нему... Я на покровку буду нападать. О! А, это наводнение тут произошло. Смотрите, и утол... И утолстой размыло стены. Прикол. Интересно, а... Ну да, на юниты влияет. По скауту видели, что влияет на юниты. То есть, если во время битвы произошло размывание почвы, то всем юнитам явно не поздоровится. Блин, смотрите, как у Ацтека все обработано уже. Вот это красивая местность, конечно. Здесь, наверное, машиностроение без звучников открывать. Вот и дамба. Вот и дамба. И предотвращает ущерб от паводков собор Святой Софии. Контр-Форс это новая технология. Не, давайте машиностроение. Машиностроение. Потом, наверное, образование откроем. Кведук. Можно построить. Неужели как-то в моих янычар выйти? Кстати. Ну, все равно пока мне хватает. Мне денег не хватает для апгрейда в рыцаре. А вот железа хватает. Скифи захватила и к ботану. И что? Все, перса больше нету. Помнишь, что люди тоже исчезают? Нет, ты не можешь идти вокруг, арестировавшись в грибе. Я имею в виду, мы все равно... Так, давайте, пока не буду менять. Так, Кир побежден. Банковское дело ускорилось. Новый континент. У меня бы новые нации. Я еще не встретил. Так, я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще 11 наций где-то тусит. Не встреченных. Скучают без меня. Ну что, объявляем войну? Или как? Железо я накопил дофига, чтобы это все делать. Поехали. Объявить официальную войну. Все остальное я не смогу сделать. Золотого века? Нет. Возмездия? Нет. Протекторат? Нет. Только все официально. Тамириса жардахутта басетта. Ама... Что вообще у нас по силе юнитов? 1044-740. Давайте сначала всадников этих мочить. Что у нас тут против города? Ну, нам надо подводить, конечно, катапульты. Так. Военная наука ускорена. Подводим этих, чтобы они через реку атаковали. А это только апнутый. Только что апнули, я имею в виду. Так. Туда катапульта. Сюда катапульта. И новый. Так. А что с Ибрагимом, кстати? Может попробовать? Ну, я вроде нигде сейчас химин-то не строю. Давайте по капельзалу возьмем. В конью. Или в анкару. Там у нас наука будет. Или в конью. В конью давайте. Так. Стоим. Стоим. Этот рыцарь... А, может сюда подойти? Давайте сюда. Да, красивые места у ацтека. Очень мне нравится, что у меня тут все обработано. Прям. Ай, блин. Нет. Блин, а тут лучник. Тут же стоял конь. Почему он вообще лучника не атаковал никак? Ой, как дебильно играет компуктер. Так, я могу поменять. Карточку. Давайте пока в дипломатическую службу пойдем. Но надо все-таки поставить, наверное, вместо строителей. Вообще, сейчас строителей нигде не строю, да? Давайте вместо строителей поставим бонус от центра коммерции. Чтобы науке больше шло. 51 наука идет. Конечно, было бы круче, чтобы Тамирис мне объявила войну. Но фиг знает. Может, она там смотрит на силу и не объявляет по этому. Следующим ходом я только одного смогу в рыцаре апнуть. Но вообще, что-то в этом есть. Вообще, что-то вот система с ресурсами. Да. Меня только интересует, как увеличить вот этот предел до 25. Но получается, по-хорошему, если я, у меня стоит 5, или сколько там, 6 железа в ход, да? 5 единиц железа, то я не могу за один ход больше, чем 5 рыцарей, ну, никак апнуть. Вообще, в принципе, никак. И потом, каждый ход, вот у меня 2 железа, поэтому я получаю в ход плюс 4, а только каждый ход, ну, максимум 1 рыцаря могу апнуть. То есть, ожидать атаки с большими юнитами, наверное... Ну, посмотрим, как это в плане баланса будет. Это в сетевой игре надо проверять. Ну, в принципе, по-моему, это получше, чем как было до этого. У тебя куча денег и просто один ресурс, и ты всё апаешь и идёшь всеми этими рыцарями. Так, интересненько. Зулусы торгуют смоли. О, я встретил, наверное, кого... Нет, город... О, новый город-государство, кстати. Это военный Акад. Что делает? Атаки анти-кавалерийских юнитов и юнитов ближнего боя наносят полный урон городским стенам. Ну... Это, кстати, сирийская, если кто не в курсе. А сирийский. А сирийский город Акад. И чем-то мне этот бонус напоминает, кстати, способность Ассирии в пятой циве. Интересно. Так. Ну, давайте этого парня пробовать. О, чё мне атакуются? Атакуются. 8 урона всего лишь. Нормально. Он умрет. Это хорошо. Апгрейд. Отлично. Каменобойный атак возьмем. Так, теперь этого пробуем убить. Отлично. Этот через реку пускай атакуют. Не возражаю. Тут становимся сюда. Всё. Очень хорошо пока. Так, идём катапульту на это место, пожалуй. Можем апнуть. Кого апнем где? Будь здорова. Знаете, может здесь уже потихоньку рыцарей апгрейдить, чтобы атаковать Солоху. Эгги. Так, стоим пока тут в защите. Тут исследуем города Ацтека. Чтобы караваны было куда пускать. О. Инки. Вы слышали, что он стишок какой-то рассказал? Инка юпанки, чё там чканки. Фиганки. Инка юпанки предлагает вам фиганки. Смотрите, расцветка точно такая же, как в пятой цели. Прям один в один у инков. Амбар завершено. Растём, значит. И может промышленную зону уже строить? Или кампус? Что тут с кампусом вообще? Плюс два, плюс два. Ну, тут можно на плюс два. Хорошо, а с промышленной зоной? Ага, тут плюс три. Давайте пока промышленную зону. Инков встретили. Акад дал зарение для замков. Виктор присел. Так, сколько у нас вообще ещё ходов? 20 ходов, пока мы в этой эпохе будем. Какой-то вообще великого человека мы когда-нибудь получим. Торговца. Ну, такой себе торговец. Вот тут уже инженеров построили, ребята. Так, что мы тут строим? Ну, тут пирамиды, да. Может, в очередь. Кампус промышленная зона. Ну, тут вот промышленная зона. Ну, куда тут? Никуда. Кампус тоже. Ну, тут хотя бы плюс два. Давайте кампус, наверное. Блин. Строится семь ходов. Печаль. Какая-то. Тут, наверное, этих надо. Строителей. В очередь. Блин. Чудеса. Всё время. Забывай, что тут надо открывать эту очередь. Потом только выбирать. Строителей. Следующий домик. О, тут восстановилось всё. Ну, пока ремонтируем центр коммерции. Потом в очередь давайте. 21 ход. Ну, нафиг. Я уже жалею, что я этот город поставил. Ну, вообще, какой-то неразвивающийся. Строителя в очередь. Так, а тут у нас... Прости можно. Здесь зал. Строим. Амбар. В очередь. Хотя, подождите, я построю зал для приёмов, у меня появится жильё. Не надо. Не надо. Амбар. Тоже строителя. Тут у меня везде жильё появится, где сидят губернаторы. А вот здесь... А здесь амбар построен. Маяк будет... Тут строителя, торговца надо будет делать. Здесь центр коммерции. Ну, тут опять же, жильё будет. Строителя пока так. Ну? Что, скифская морда? Боишься? Здесь он не будет катапульту обстреливать? А он будет катапульту обстреливать. Ага. На рыцаря серьёзно наехали. Так. Ну? Значит. Этот... Умирает. Видимо. До пульта надо... Ага. Я её не могу вылечить. Ну, здесь... Да, здесь есть ап. Ммм. Ммм. Может подойти сюда. Так. Сделаем. Так. И... Атаковать или нет? Атаковать. Тут вся лечилка есть у этого юнита. Подходим рыцарю. Не надо апать. чем здесь так тут тут убиваем грабим и убиваем придется катапульта отойти до влаги чтобы вылечить этой катапульты сюда подходим проблема что ой блин тут ваншот наверное нет нет не ваншот тогда мы подъедем я очень не хочу чтобы катапульту мы он может проатаковать катапульту так но у меня есть возможность апнуть в рыцаря кого-то а нет я уже апнул я уже апнул продолжаем исследовать территорию река гамбия город без осадных юнитов этот не возьмется город рыцарями конечно и подвожу катапульты кстати у покровки виктор не сидит а вот в салохе вполне возможно что сидит виктор а здесь уже конец ацтекской территории но ацтеки не так сильно расселились конечно куда это ведет карфаген финикия куда это поселенцы ведет интересно надеюсь не сюда и обленят сам хочу там город поставить может поселенцы построим быстренько так инк можно право прохода и ты мне еще за это заплатишь как тебе такой вариант нет вообще нисколько ладно так маскат не буду сюзеренит нанмадо вот окленд конечно можно было бы хочет торговый путь но он очень далеко окленд был неплохо сделать сюзеренка что он как раз дает производство на мелководье то есть на прибрежных клетках моя кстати вот тут петра могла бы построить 26 ходов в эти торговца а потом очередь и петру построим у меня черепашки обработаны нет вот мне еще что обработать надо меня нету ресурсов черепах да нету ноль янтаря кому я янтарь продаю александр в тихоря мне янтарь отжал величина количество торговых путей тут мы так не растем тут мы не растем проложить торговый путь так ну на этом серию завершу пока он предлагает янтарь мне не нужен янтарь у меня есть свой я его еще сделаю серию завершу напоминаю в комментариях обязательно пишите что я тут не замечаю что вы хотите посмотреть это ты знал что он на катапульту пойдет там кого мне убили рыцари о пыльная буря прикольно и что дает повышена плодородность клеток из-за из-за пылевой бури страну правда тут никого нету с другой стороны санкаре новое чудо так если я посмотрю кого мне убили здесь убили рыцаря центром города охренеть а как он убил мне рыцари тут ну реально тут тысяча шесть шестьсот девяносто восемь хирова все это плохо очень а тут мне убили катапульту да ну конечно воевать вообще как-то невесело стало честно говоря не но я против скифов воюю в данном случае это скифы конечно очень круто и вот эти юниты офигительные давайте попробуем этого убить тут апаемся тут убиваем так теперь этого атакуем так эти лечатся подводим катапульту наверное я отойду вот тут встану лучше рыцарем или нет блин он просто может этого рыцаря а если я сюда встану то он этого будет не наверное стоит сюда встать ладно значит на этом заканчиваю пока эту серию продолжение я думаю будет очень скоро спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока